Чем руководствуется человек, выбирая книгу для прочтения? Скорее всего, спрашивает у друзей, родственников, обращается к библиотекарю или ищет рекомендации на сайтах, посвященных литературе. А что же читали сами герои литературных произведений? Ведь среди них было много книжных червей. Они листали на наших глазах классику, сентиментальные романы и философские трактаты. Одни персонажи спокойно читали их в свободное время, а другие с красными глазами засиживались за ними до утра. Библиотека номер 18 Северного округа расскажет, какими рыцарскими романами увлекался Дон Кихот Ломанческий, чем увлекался молодой Евгений Онегин и какие книги читают герои современных книг. Настоящая толпа героев-книголюбов собралась в русской литературе уже во второй половине XIX столетия. Почетное первое место по числу упоминаний чужих произведений достается Ивану Тургеневу. Базаров и Кирсанов, младший, спорят о Пушкине в «Отцах и детях», а в рассказе «Фауст» от увлечения трагедией Гетты даже умирает женщина. Отчетливее всего Тургеневский метод виден на примере повести «Вешние воды», в которой герои рассуждают о новелле Эрнста Гоффмана «Заблуждение». А главный герой романа Пушкина Евгений Онегин в юношестве читал достаточно много, хоть и был ленивым. В основном он делал это, чтобы щегольнуть знаниями в светском споре и впечатлеть понравившуюся даму. Но чтобы не выдать пробелы в учебе, он касался разных тем только слегка, а потом замолкал с видом знатока. Герой по-настоящему полюбил книги позже, когда повзрослел и разочаровался в вечеринках. Среди его любимого чтения Пушкин выделял две поэмы Джорджа Байрона, печальную историю Геур о любви и мести и роман в стихах Дон Жуан, которые часто сравнивают с Евгением Онегиным. Однако ж несколько творений он из опала исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще два-три романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой. Когда Татьяна отвергла Онегина, он захандрил и провел за книгами всю зиму. Читал историков Эдварда Геббона и Иоганна Гердера, французских писателей Жан-Жака Руссо и Бернара Фонтанеля, феминистку Мадам де Сталь. Не отстают герои советской и российской литературы. Соня Гурович из повести Бориса Васильева «Азори здесь тихи» и любила стихи Блока. Гурович читала за своим камнем книжку, бубнила нараспев точно молитву. А Саня Григорьев, герой романа «Два капитана» Вениамина Каверина, прочитал книгу Амундсена «Южный полис» четыре раза. А персонажи современного автора Мариан Петросян увлекались книгой «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха. И даже царевна из пьесы Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца» не брезгует книгой. Нянька дает ей такую характеристику. У нее в уму разброд, у нее от книжек мысли стали задом наперед. Начитала седюма, вот и сбрендила с ума. Много читают и герои зарубежной литературы. Дворецкий Габриэль Беттередж из романа Коллинза «Лунный камень» горячий поклонник Робинзона Круза. Он использует любимую книгу еще и для гадания. А главный герой романа Стендаля «Красное и черное» Старик Сорель дал сыну оплеуху, когда тот зазевался, сидя на стропилах. Вместо того, чтобы внимательно следить за ходом пилы, он читал книгу. Эта привычка была отвратительна его безграмотному отцу-плотнику. Жульен выронил книгу, и она упала в ручей. Это были дневники мемориала святой Элены графа Ласказа, который сопровождал Наполеона в его изгнании. Гордый и честолюбивый Жульен мечтал о славе и Париже. Поэтому другими двумя его любимыми книгами были исповедь Жан-Джака Руссо и собрание реляции Великой Армии. В первой книге говорилось о жизненном пути писателя от нищенства до мировой известности. Во время учебы в духовной семинарии Жульен тайком читал запрещенных язычников – Горация и Вергилия. Когда же он устроился секретарем в дом маркиза де Ламоль, одурел от радости при виде полного собрания сочинений Вольтера. Чтобы кто-нибудь не застал его в таком волнении, он забрался в самый темный угол и оттуда с восхищением оглядывал блестящие корешки книг. «Все это я смогу прочесть», – говорил он себе. Главный герой романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» – мелкий дворянин преклонных лет, живущий посреди глухой испанской провинции, помешался на романах о подвигах, чародействе, великанах и возвышенной любви. Он настолько увлекся ими, что совсем забросил охоту и хозяйство. А чтобы скупить всевозможные книги, продал несколько десятин пахот на земли. Больше всего он любил романы Фелисиан де Сильвы. Особенно восхищался тем, как его герои изъясняются в любви и вызывают противников на поединок. Над некоторыми строками бедный Идальга ломал голову ночами, пытаясь понять ее глубокий смысл. «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Истории о благородных героях, спасающих красавиц от великанов, разрушительно влияют на психику Идальга. Решив подражать своим кумирам, он отправляется на поиски подвигов компании оруженосца Санчо Пансе. Однако на дворе давно не Средневековье. Аристократы в основном заняты инвестициями в заокеанскую торговлю, а на дорогах к Астилии легче повстречать конвой Катаржан, чем какого-либо дракона. В результате Дон Кихота и Пансу в лучшем случае вводят за нос мошенники, а в худшем – нещадно бьют. Измученный старик возвращается домой, и пока он лежит в беспамятстве, его друзья, священник и цирюльник, в надежде спасти Дон Кихота от новых разочарований, сжигают изрядную часть его обширной библиотеки. Мы склонны видеть Дон Кихоте, безобидного мечтателя, воплощающего все лучшие качества человека – сентиментальность, доброту, стремление к идеалу, но автор задумывал его как опасного помешанного. Скверная литература подменила ему реальную жизнь и внушила совершенно неподходящее представление о мире. На смертном адре Дон Кихот завещает все свое имущество племяннице, взяв с нее обещание выйти замуж лишь за того мужчину, который никогда не читал рыцарских романов. Он подвигов не совершил, но он погиб, идя на подвиг. Сказал Сервантес. Участвующий в эксперименте по повышению интеллекта умственно отсталый молодой человек Чарли из книги «Цветы для Элджерона» Дэниела Киза размышляет о Дон Кихоте Сервантеса. «Я прочитал книгу про человека, который думал, что он рыцарь, и поехал с другом на старой лошади. Что бы он ни делал, всегда оставался побитым, даже когда подумал, что мельница – это драконы. Сначала мне показалось, что это глупая книга, потому что, если бы он не был чокнутым, то не принял бы мельницы за драконов и знал бы, что не существует волшебников и заколдованных замков. Но потом вспомнил, что все это должно означать еще что-то, про что не пишется в книге, а только намекается». А еще Чарли прочел великого Гэтсби Фиджеральда «Американскую трагедию Драйзера». Нина Хилл, героиня романа Эбби Ваксмана «Книжная жизнь Нины Хилл», с детства читала много книг. Она воспринимала их как лекарство, убежище и источник всего хорошего на земле. При желании в старшей школе она могла бы поставить на место учителя литературы. Некоторые книги произвели на нее просто неизгладимое впечатление. Лист никогда не позволяла ей забыть, как однажды, рассказывая сюжет цветов для Элджерона, она разрыдалась посреди магазина. Когда Нина повзрослела, она устроилась в книжный магазин у рыцаря. Литература по-прежнему оставалась для нее всем. Нина Хилл любила Джейн Остен, Курта Воннигута, Нила Геймана и Трумана Капоте. Читающая публика предстает перед нами во всех произведениях Харуки Мураками. Главный герой его книги «Норвежский лес Туору Ватанабе» учится в университете, живет в общежитии и вечерами продает пластинки в качестве подработки. Кажется, жизнь молодого человека во всех отношениях хороша. Но все равно чувства непонятной печали и одиночества становятся главными в его жизни. Он читает книги, слушает музыку и любит наблюдать за прохожими, пытаясь представить их жизнь. И в это время рассуждает о прошлом и будущем, музыке и литературе, жизни и смерти. Эти размышления складываются в один из самых известных романов знаменитого писателя Харуки Мураками. Главный герой рассуждает. Я не говорю, что не верю в современную литературу. Просто не хочу терять время на чтении вещей, не прошедших крещение временем. Жизнь коротка. Он предпочитает кентавра Абдайка, великого Гэтсбе Фиджеральда, волшебную гору Манна, лорда Джима Конрада, свет в августе Фолкнера, под колесами Гесса. Современниками их не назовешь, так потому я их читаю. Будешь читать то же, что все, станешь и думать так же, как все. Вы хоть когда-нибудь читаете хорошие книги? Настоящие. Книги о важных вещах, написанные людьми, которые по-настоящему чувствуют и понимают жизнь. Не ту дешевку, которую берут с собой, чтобы бить время в метро или электричке. Понимаете? Книги. Это уже из романа Джона Фауза «Коллекционер», в котором герои читают над пропастью Варж Селлинджера Эмму, Остин, Бурю, Шекспира. Что это? Как не рекомендация к прочтению? Книги, прочитанные литературными героями, составляют особый код, расшифровав который, можно получить неожиданно много информации. Какие еще книги читали герои произведений и к чему это их привело, вы сможете узнать из предложенного рекомендательного списка. Продолжение следует... Продолжение следует...